МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Была заложена нами капсула вместе с химчанами, которые волей изъявили так, чтобы здесь был мемориал защитников Отечества. Один из словоблагодарности я бы хотел сказать меценатам и спонсорам, которые принимали непосредственное участие. Один из словоблагодарности работникам наших градообразующих предприятий Энергомашин, ПО Лавочкина, Искра, Факел. И всем тем, кто принимал участие, тем, кто отдал свои голоса. Мемориал изготовлен архитекторами Ставропольского края. Композиция состоит из двух фигур – воина Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции, что олицетворяет связь поколений. Дополняет постамент надпись «Сохраняя прошлое, защищаем будущее», которую выбрали сами химчане путем общенародного голосования. Это большое, значимое, торжественное событие, которое объединяет нас всех. Ведь успех нашей страны, он возможен только в единстве поколений. И этот проект, который мы реализовываем вместе с администрацией городского округа, вместе с нашими химчанами. На открытии мемориала родственники тех, кто сейчас находится на передовой. Химчанка Мария Толстова пришла с одной из трех дочерей. Супруг Виталий уже два года находится в зоне специальной военной операции. «Память должна быть об этих событиях у наших детей, потом у их детей, чтобы помнили это все». При создании мемориала архитекторы учли пожелания и самих участников специальной военной операции. Ветеран боевых действий Владимир Коннов начинал стрелком-пулеметчиком. Свою первую медаль получил за спасение боевого товарища, 24-летнего парня из Ростова. «Надо знать наших ребят, которые погибли, они тоже герои. Все проливаем кровь, кто-то погибает. Мне вот повезло, спасибо Богу. А вот ребята, некоторые погибли, их надо увыковечить». Мемориал героям-защитникам Отечества – первый подобный памятник в округе. В планах – создание аллеи защитников Родины, которая станет продолжением архитектурного ансамбля воинской славы химок. Олег Цюрин, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.